Владимир Владимирович Путин, который периодически вспоминает о том, что публику надо не только потрясать, не только пугать и не только сажать, но еще и развлекать, поэтому он, в общем, не очень убедительно и как-то робко хулиганит, да, потому что вот этот его кашель на заседании комиссии по коронавирусу, это, понятное дело, что чистое издевательство, и его замечательная реакция на реплику какого-то приблудного индуса о том, что весь мир это семья, тут Владимир Владимирович замечает, что в семье не без урода и так скромно-скромно тупит глазки. Причем я не понимаю, он бы мог себе позволять гораздо большее, и он вот, он хулиганит, но он не идет до конца в своих шуточках, при том, что понятное дело, что может себе позволить вообще все, что угодно. Он мог бы собрать всех евнухов, вельмож, звездочетов, попов, генералов, олигархов, то есть собрать всю звездную и тусовку, и всю властную вертикаль где-нибудь в Кремлевском дворце съездов, и по своему обыкновению листая пустую абсолютно папку, он бы мог абсолютно серьезным тоном сообщить, что, ну вот я вам хочу сказать, он должен был бы сказать, что утром Россия вступила в НАТО и в Евросоюз, да, Лукашенко принудительно госпитализировали, причем он не соглашался одевать обычную рубашку, смирительную до тех пор, пока не принесли что-то красно-зеленое. Вот в это он полез с урчанием и долго благодарил санитаров, а вот часть его бандитской кодлы, в общем, пришлось разоружить и запереть. Тишину в зале вы себе представляете в эту минуту. Потом Путин мог бы продолжить, да, и сказать, что, ну, знаете, теперь, в общем, с этой минуты РПЦ будет платить все налоги, Росгвардия распущена, а политические дела прекращены и закрыты, все наши санкции, запрещающие поставки нормальных продуктов в Россию, сняты так, что по дороге домой вы можете купить, наконец, нормального сыра и даже с грибами. И вот представь себе, Оля, 10 секунд офигевшего молчания, крупные планы лиц от Матвиенко до Гундяева, и вы что, думаете, что кто-нибудь крикнет «предатель» или кто-нибудь крикнет «да будь ты проклят», нифига, зал взорвется аплодисментами. Через 10 секунд пришедшие в себя все вот эти вот прихиндеи, составляющие вертикаль, шквалом аплодисментов отвесят, все встанут, роняя кресла, будут обниматься, поздравлять друг друга. Их прервет Владимир Владимирович, который скажет, ну, вы знаете, я пошутил, а пленочку, кто тут как с кем обнимался мы с Александром Васильевичем, Бортниковым, директором ФСБ, вечером внимательно отсмотрим и обсудим. Спасибо за понимание, да. И вот представь себе обмороки, промокшие брюки, юбки. И вот я на 100% уверен, что и на это заявление, вот побледневший, с мокрыми штанами, в мокрых юбках зал тоже взорвался бы аплодисментами и устроил бы оваться. И вообще Владимир Владимирович мог бы себе периодически позволять такие фокусы, это бы очень оживило пейзаж политической России.